Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Справедливые цены. В Беларуси снизилась стоимость товаров. Поток большой, все время растет. Мы постоянно развиваемся, постоянно предлагаем что-то новое. Изменилась ли работа ритейлеров? Место, где хочется жить. В стране ежегодно рассматривают около пяти тысяч заявлений о приеме в гражданство. Лица, которые идентифицируют себя как беларуси, могут приобрести гражданство Республики Новороссий в упрощенном порядке. Куда обращаться? Неизменное качество. Бобруск Сельмаш успешно наращивает производство в условиях санкций. Поступление новой техники, новых образцов в море. Какой новинкой гордится отечественный бренд? А также здоровый выбор, патриотический автопробег и льготный взнос. В Беларуси планируют снизить ставку транспортного налога. Для кого? Прозрачность, ответственность и справедливость в Беларуси снизились цены. Это результат требований президента. Под контролем 370 товарных групп, как отечественных, так и импортных. Это 90% всей продукции. О потребительской корзине Татьяна Горбач. Яна Рымарова – опытный барист. За 5 лет научилась виртуозно готовить десятки видов бодрящего напитка. От латы и капучино до рафа и фраппе. Каждый день обслуживает сотни гостей и хорошо понимает, что такое спрос и предложение. С видением новых правил торговли существенно у нас ничего не поменялось. Клиенты от нас не ушли. Поток большой, все время растет. Мы постоянно развиваемся, постоянно предлагаем что-то новое людям. Торгово-развлекательный центр «Спектр» пользуется спросом как у покупателей, так и у предпринимателей. Об этом говорят цифры. Заполняемость – 95%. Здесь снимают площади 80 ритейлеров. За последнее время случаев расторжения договоров аренды не было. Все понимают – на прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Возникали какие-то технические вопросы у арендаторов или индивидуальных предпринимателей. Своевременно поступали разъяснения, которые были приняты к этому 713-му постановлению. Надо отметить и выразить благодарность управлению торговли горосполкома и руководству города, которые своевременно проводили разъяснительную работу. Постановление Совмина затрагивает 90% всей продукции. Это 370 позиций. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли – от 15 до 60%. Чтобы представители бизнеса могли задать вопросы, Март создал онлайн-анкету. Да и на местах всегда рады пойти навстречу предпринимателям. В этом убедились арендаторы торгового центра «Вестер». Говорят, в горосполкоме их слышат. И что самое главное – помогают и словом, и делом. Я собирал инициативную группу из предпринимателей, которые занимаются разными видами товаров, чтобы конкретно задать вопросы. Ну, в принципе, в горосполкоме нас понимают. Значит, записали все вопросы, подали высшие инстанции власти. Ну, в принципе, сейчас пока работа нормализовалась. С нововведениями ситуация здесь не изменилась. 58 предпринимателей работают в штатном режиме. На площадях почти в 4,5 тысячи квадратов есть все, что душе угодно – одежда, обувь, косметика, бижутерия, галантерея. Александр Кулевцов арендует здесь павильон уже 6 лет. В его магазине игрушек сбываются детские мечты. Представлены развивающие конструкторы, алмазные пазлы, модные куклы и машины на радиоуправлении. С вступлениями нового постановления 713-го существенно наш ассортимент не поменялся. То есть на сегодняшний момент представлен максимально те позиции, которые были, они присутствуют на полках. С постоянным клиентом у нас есть скидки. То есть мы уже знаем своего клиента в лицо и стараемся его удержать. Цены на продукты тоже изменились. За последний месяц картофель, к примеру, подешевел на 5 процентов, лук на 12, морковь и яблоки и вовсе на 15. Суммы на крупы, молочку, сливочное масло перестали расти. Стоимость потребительской корзины в Беларуси заметно снизилась. В октябре 738 рублей на семью с двумя детьми. Это почти на 3,5 рубля меньше, чем в сентябре. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Часть большого целого в стране ежегодно рассматривают около 5000 заявлений о приеме в белорусское гражданство. Только в 2022-м более 4000 свыше половины желающих получить наш паспорт – украинцы. Политика открытости республики для всех, кто уважает законы и готов трудиться, уже на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется. Обращения рассматривают в кратчайшие сроки, а в ряде случаев – в упрощенном порядке. Когда этнические белорусы или лица, которые идентифицируют себя как белорусы, могут приобрести гражданство республики Беларусь в упрощенном порядке, это в течение трех месяцев, подав соответствующие заявления органы внутренних дел по месту жительства. И действует также институт, мы недавно его ввели в действие, это институт восстановления гражданства республики Беларусь. Напомним, тем, кто хочет стать частью нашего общества, необходимо постоянно проживать в Беларуси на протяжении пяти лет, иметь легальный источник дохода, соблюдать положение Конституции и законодательства. Привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа от приемов гражданства. Транспортный налог, здоровая нация и мирный атом. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Каких мощностей достиг инновационный объект? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Напомним, атомная электростанция ранее останавливалась на проведение плановых ремонтных работ, которые несколько раз продлевались. В настоящее время идет поэтапный набор мощности. Сейчас она составляет 400 мегаватт. Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Это более 70% населения страны. Прививки получили более 207 тысяч детей. К слову, производство отечественного препарата от коронавируса начнется в Витебском районе до конца ноября. В стране в 2023-м планируют снизить ставку транспортного налога для многодетных и участников боевых действий за рубежом. В этом году 1,8 миллиона владельцев автомобилей должны уплатить сборы. После 15 ноября должникам начнет начисляться пение. Беларусь обгоняет почти все страны ЕС по производству молока. За три квартала получено без малого 6 миллионов тонн. Больше только в России, свыше 25. На третьей позиции Казахстан. За 9 месяцев производство этого продукта в нашей стране выросло на 5%. Акция «Символ единства» охватит все уголки Синего с 10 по 13 ноября. Инициатор – общественная организация «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюза. Первый в программе – автопробег. Кроме того, запланированы митинги, возложения, диалоговые площадки и концерты. За ненадобностью в городе демонтируют часть водоразборных колонок. В первую очередь это коснется установок, в радиусе 100 метров которых нет потребителей с заключенными договорами. Также запланировано отключение на зимний период, но только тех, которые используются для полива огорода. Демонтируются колонки только в том случае, если они не востребованы. То есть это либо бросовые колонки, либо колонки, в которых ведется несанкционированный отбор воды. Идет утечка, которая никем не учтена. То есть фактически мы несем затраты, которые необоснованы и никем не возмещаются. Мера ответственности за несанкционированный отбор воды из водопроводной колонки порядка 1200-1300 рублей. Стоимость кубометра воды около рубля 20 копеек. Норма потребления в сутки на одного человека 35 литров. Сейчас в Бобруйске установлено свыше 900 колонок. Оформлено почти 3500 договоров. Санкции делу не помеха. Бобруйск-Сельмаш наладил производство новой сейлки. Березина 9000 уже нашла своего покупателя. При этом предприятие наращивает экспорт, обновляет оборудование и занимается реконструкцией двух производственных участков. О работе в современных реалиях Ольга Васенда. Дмитрий Бараненко пошел по стопам родителей и уже 10 лет работает на Бобруйск-Сельмашем. Начинал грузчиком. Теперь слесарь-бригадир сборочного участка. Трудится с полной отдачей. Мужчина отмечает, даже в самые сложные времена здесь есть перспектива. Последние два года тому пример. Очень многое что изменилось. Поступление новой техники, новых образцов в море. И зарплата намного увеличилась. Мне нравится просто здесь работать. Может даже кто-то из моих родственников тоже будет здесь работать. Большая часть деталей отечественного и российского производства. Поэтому и санкции никак не сказались. Сменился лишь один поставщик. Раньше подшипники предприятия заказывало в Италии, теперь в Турции. В месяц здесь реализуется продукция на 950 тысяч рублей. Выпускают на сумму чуть больше миллиона, чтобы был запас. Импортозамещение у нас полностью прошло нормально. Никаких таких трудностей не испытываем. Экспорт у нас в этом году, январь-октябрь, 157,7%. Поставляем мы в страны как африканского континента. Но основные, конечно, это Россия и Казахстан. В этом году на предприятии разработали, воплотили и наладили производство новой сиелки. Агрегат способен обработать до 70 гектаров за смену. Расход топлива небольшой. Новинка уже нашла своего покупателя. Последний заказ – 20 единиц. Важным ее преимуществом является то, что агрегатируется у нас трактором второго циагового класса, в частности 12-21, который очень распространен на территории Могилевской области, да и в принципе Республике Беларусь в целом. Сейчас Бобруйск-Сельмаш обновляет оборудование и занимается реконструкцией двух производственных участков. Цех лазерной резки металла планируют открыть до начала 2023-го. Осталось лишь установить станки. Предприятие, без сомнений, идет в ногу со временем. И санкции – делу не помеха. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Истинный храм искусства. В Бобруйске уже в пятницу стартует фестиваль национальной драматургии. На торжественном открытии «18 часов» презентуют мистическую историю на белорусском языке. Черная пананья свежа расскажет о призраке молодой особы, которая до сих пор бродит по замку. Это душа погибшей возлюбленной короля Сигизмунда Варвары Радзивилл. Уже в субботу в 12.00 на сцене баллада «Не покидай меня», а герою войны, которому поручено обучать разведгруппу. А в ней исключительно девушки. Для театра, для всей театральной среды это имеет очень огромное значение. Это не только обмен впечатлениями, это обмен мнениями, это обмен опытом, это поиск новых форм работы, это срез белорусской драматургии, если так можно сказать. Мы ждем. Я думаю, что если кто-то любит и предпочитает комедии, то приглашаем на известную комедию «Прымаки», которая будет представлена Могилевским драматическим театром. Мы в это время будем работать на их сцене. Немножко расширилась география нашего фестиваля, а Могилевский театр привезет свой спектакль к нам. Основную программу дополнят читки пьес и обсуждение постановок. Фестиваль во многом сложился из спектаклей по произведениям классиков Василя Быкова, Янки Купалы и Алексея Дударева. Подробное расписание на сайте театра. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok